Что вас больше всего возмутило за этот уходящий год? Много всего, всего не перечислить. Очень много. Просто нас душат, как хотят и во что хотят. Цены меня возмутили везде. Что-то подростковое ни хуя, без всяких предупреждений. Что вас больше всего возмутило за этот год уходящий? За этот год? Потому что государство ничего не помогает. Никому. Вот это возмущает больше всего. Бездействие правительства на коронавирус. Профилактики никакой. Меры очень... Мер мало приняты. Как мало? Он штрафует за маски там. Штрафует. Надо их бесплатно выдавать, а не штрафовать. Что вас больше всего возмутило за этот уходящий уже год? Обнуление. Законы, наверное. То, что новое принимают. Ну, в связи по Конституции. Изменения в Конституции. Ну да. Это уже просто порядком всем надоело. Просто все молчат об этом. Мало кто готов говорить об этом. Вот и все. Володя не сменяемый, надоел уже. Он уже доверие не внушает людям. Не только мне, но и людям даже уже. Посмотрите по интернету, сколько высказываний всяких про него. Ну то, что Навального пытались отравить. Вас возмутило? Ну, конечно, да. Безусловно. Что меня возмутило в том, что у нас нет в России работы. Очень мало. Изменения в Конституцию. Так приняли. Очень кокористически плохо. Вообще, эта страна была в гаване. Ну так, мягко выражаясь. Грубо выражаться не буду. Пенсию не прибавляют. Ничего здесь страшного нет. Цены растут. Причем здесь цены-то? Возмущает меня повышение цен. Так всех, как обычно, но я обычный человек, житель Костромы. Возмущает повышение цен. Повышение цен. Вообще на все продукты, зарплаты все те же самые. Цены растут. Как бы ничего сильно не меняется. И с года в год одно и то же. Я уже объяснил, с чем связаны цены. Это госдеп и спецслужба США. Ну, чтобы жопа не усугубилась. Терпение россиянам. Надежды побольше. Бабкиной. Ну, типа. Продолжение следует.